всем добрый вечер добро пожаловать команду мечты арман рубрика сегодня почему атоме у нас сегодня особенный гость это миссис россия интернашнал елена селина мастер продаж и сооснователь центра атомии в воронеже который называется воронежа арон елена также недавно получила статус миссис россия да я об этом сказала красотка также берет интервью не очень классный инстаграм как и личный так и рабочий елена слова тебе очень хочется послышать почему ты выбрала атоме так а мы вот так вот да то есть я в окошке получается мы вот так будем с тобой вместе правильно просто я у талии когда была там я получалась на весь экран она меня как-то делала и все зависит от телефона наверно из телефона когда выходишь тогда вот так ну просто у меня вот опыта мало на самом деле я когда в прошлый раз вела я видела вообще только себя но мне вот так комфортнее когда я вообще как будто сама с тобой разговаривала друзья если у вас по ходу презентации елены будут вопросы пишите пожалуйста в чате в конце по елена на них ответит удовольствием с удовольствием так но надеюсь что меня видно слышно да я что-то одела такую маечку она рябит рябит тут в зоне такое качество изображения надеюсь что меня видно и слышно хорошо я еще раз представлю меня зовут елена селина я являюсь преподавателем и практикующим экспертом в области бьюти сферы то есть это моя такая основная деятельность вот наверное сейчас основное с чего я начала да также я строю бизнес компании атоме то есть для меня это сейчас глобальный проект у меня достаточно большие цели и планы на эту компанию да вот компания я являюсь мастером продаж в ранге мастера продаж нахожусь ну и с короной я потому что не так давно получила действительно титул короновали меня короновали меня на конкурсе миссис россия интернешнл получила я титул миссис россия центрального федерального округа вот поэтому вот такие вот статусы и заслуги у меня поэтому я думаю мне есть что рассказать и чем с вами поделиться вот начну хочу начать я с того сейчас я немножечко тут себе конечно же сделала подсказочку потому что мои мысли это мои скакуны значит я начну немножечко да из глубины чтобы было понятно почему я в атоме и как я туда пришла да как я собственно говоря пришла и дошла вот соответственно я немножечко расскажу сейчас свою историю как начиналась моя деятельность и как поэтапно вот я пришла к пониманию того что лучший бизнес это вот бизнес атоме в общем с 2007 года я нахожусь так или иначе в области бьюти сферы то есть на момент 2007 года я еще работ училась в институте заканчивала юридический факультет нашего воронежского института и собственно говоря начинала ну какой-то период времени там буквально пару месяцев я работала по профессии помощником юриста потом сложилось так что я стала уже работать непосредственно в бьюти я работала администрактором несколько лет в салоне красоты потом один бренд пригласил меня продвигать и развивать его в одном из самых крупных торговых центров нашего города то есть был опыт работы именно в найме да то есть мне это не чуждо хотя я давно уже не работаю и достаточно короткий период своей жизни работала в найме но такой опыт у меня был и поэтому я мне есть чем сравнить до дальнейшие свои этапы развития вот собственно говоря вот на протяжении 15 лет я так или иначе нахожусь бьюти сфере то есть некоторое количество времени я работала на этот бренд раскручивала потом сложилось так что нам пришлось расстаться да вот просто обстоятельства так сложились никто никто не плохой никто не хорошие просто компания переезжала из одной торговой сети в другую и нам как бы предложили вот вот сидеть без работы естественно я вот не могла сидеть без работы параллельно я там как бы не только продавала продукцию да цель марки была естественно продать продукт но у них был очень классный маркетинговый ход да и этот маркетинговый ход это тоже определенный опыт который я сейчас переняла да и мы уже сотрудничая с компанией атоме очень хорошо несем скажем так в массы маркетинговый ход он действительно работает то есть я параллельно с продажами делала оформление бровей оформление бровей мы как в россии вообще на тот момент не было такого сервиса отдельного вот и компания вот на мировой бренд и в любой точке земного шара можно было получить как бы стандартную услугу по одной и той же цене по одной и той же технологии собственно говоря работая с людьми я работала свою определенную базу клиентов и когда мне пришлось расстаться с брендом у меня были люди у меня были люди которые собственно говоря пошли за мной как за мастером вот как бы с 2000 чтобы вам не соврать не помню уже честно вот этот вот 2013 где-то год 2013-2014 то есть я фрилансер да я начала работать сама на себя арендовала в не в нескольких студиях салонов места да то есть не всю студию а конкретное место и собственно говоря там работала с клиентами вот далее далее происходит работа моя мне естественно очень нравится в красоте в бьюти то есть постоянно в ресурсе постоянно заряжаешься все на позитиве но в любом случае как бы нужно понимать что работа есть работа и физический наш ресурс он не вечен да и когда ко мне уже ну спустя много лет пришло понимание того что все таки я устаю все таки работать ну как бы до конца своей жизни и менять свое время на деньги я не готова то есть я начала искать решения начала искать возможности как я могу минимизировать количество работы то есть минимизировать количество вложенных сил и соответственно получать максимальную отдачу в денежном до эквиваленте то есть но несоразмерную скажем так положению своих сил относительно денег вот то есть опять же на моем пути начали приходить до новые идеи в мою голову я открыла онлайн школу онлайн школу то есть я начала развиваться именно как преподаватель развивать себя в этой сфере то есть начала пробовать так и так естественно я сейчас все это продолжаю делать но опять приходило понимание того что очень много энергии очень много то есть если я стою и делаю какую-то услугу у меня даже это ну не затрачивается столько энергии как затрачивается когда ты обучаешь то есть нотариально выкладываешься отдаешь вот просто всю себя и но опустошение опустошение некое происходит я тоже понимала что это не выход и с возрастом все сложнее и сложнее да то есть это физический труд вот на тот момент я как раз уже арендовала место здесь вот рядом сашенькой кореневой да и она немножечко как бы мне рассказывала рассказывала про продукцию рассказывала про компанию но так как я немножечко в другие проекты была погружена там с развитием онлайн школы и так далее да вот как бы я больше как преподаватель много обучалась изучала преподавала раз ну как бы развивалась в этом поэтому так как бы атоме шло параллельно параллельно мне говорила говорила я знала но прям вот погружаться сильно я не погружалась вот потом значит все это попробовав да попробовав я поняла что это все не то потому что я также затрачиваю огромное количество сил вот и деньги опять приходится размер на моим силам опять не то начала думать что-то в классическом да классическом варианте бизнеса открывать какие-то бьюти торговые точки островки в торговых центрах вот тоже вот такой опыт у меня был я села просчитала бизнес план когда я посчитала вложение вложение период окупаемости собственно говоря и потом конечную отдачу да то что я буду получать на выходе вот это меня совсем расстроило вот это меня совсем расстроило и я поняла что я даже но я не буду даже начинать затрачивать туда вот свой ресурс свой временной физический ресурс вот и как раз на этот момент сашенька была рядом опять же да на самом деле это очень важно это очень важно находиться вот рядом рядом с лидером да если у вас нет рядом лидера то стараться держаться общаться да вот максимально наполняться вот то есть я попала на мастер-класс который у нас в студии собственно говоря регулярно проводились и здесь ну пришло видимо мое время пришло видимо время я пришла также как как и все девочки сейчас приходят на мастер-класс попробовала продукцию прониклась конечно же она не может не понравится причем я сказала что у меня был опыт работы крупной сети не сетевом маркетинге да именно крупном сети магазина бренда не буду говорить да то есть в принципе в россии много 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 магазинов то есть сеть имеется ввиду что много магазинов с таким же названием да не сетевой маркетинг чтобы не путать вот и соответственно там продавались ну все косметические бренды которые продвигаются на рынок именно классическим маркетингом да купили подешевле мы ценили продали подороже то есть я понимала цену и качество продукции и ну когда я поняла что действительно здесь за такое качество это дешевая цена я с удовольствием приняла то есть и ну у меня просто галочка да в голове отметилась я думаю как я продавала продукт такого же качества только в четыре раза дороже и люди брали и с удовольствием были благодарны а здесь я понимаю что ну как бы как я просто не могу промолчать да это будет нечестно с моей стороны конечно я своим дорогим клиентам людям да своему окружению желаю лучшего и поэтому я не могу просто не сказать о том что есть вот такая вот классная продукция за дешево потому что еще раз повторюсь для такого качества товара этот продукт относительно рынка стоит действительно дешево вот собственно говоря я прониклась продуктом естественно я начала пользоваться и начала здесь вот самое интересное я начала ну углубляться именно в бизнес потому что знаний какого-то бизнеса именно по сетевого маркетингу у меня не было никаких да то есть тоже вот ну были такие моменты когда я вроде как взялась уже заниматься но говоря о бизнесе да не о продукте там своим клиентам потому что я видела что Саша зарабатывает да то есть у меня перед глазами пример я еще не понимала как но я видела что это работает и естественно хотела своим клиентам своим клиентам также рассказать помочь потому что я видела что многие многие там работают именно не нравится сколько они времени проводят на работе или не нравится сколько они зарабатывают то есть у людей есть какие-то моменты которые мне нравятся и мне хотелось им вот ну дать решение вот есть возможность и некоторые люди задавали мне вопросы в которых я была некомпетентно собственно говоря именно поэтому я села и начала копать начала рыть начала изучать информацию потому что позвать человека в бизнес не зная что это за бизнес но как бы это точно не пойдет это не котируется то есть если где-то еще с продукцией можно да там сказать да она хорошая ну попробовав один продукт да там другой не пробовав но допустим я уверена в качестве любого продукта да и даже какой я не попробовала еще в атоме я его с удовольствием порекомендую буду уверена за его качество то с бизнесом немножечко другая ситуация да то есть позвать человека туда не знаю куда но навряд ли он пойдет вот значит о сетевом маркетинге я на тот период знала только только про женщин с сумками про женщин с сумками но такой опыт у меня был вот то что как бы я видела в своей жизни там каталоги и все и много-много разной информации пошло с разных сторон то есть кто-то говорит что это пирамиды что обман кто-то я вижу что зарабатывает на этом и ну естественно мне захотелось и пришлось сесть и самой понять где правда а где ложь вот собственно говоря я изучила информацию когда я изучила я поняла что это то что я искала это действительно лучшая модель бизнеса то есть сетевой маркетинг это всего лишь модель продвижения товара на рынок да и модель этого бизнеса это одна из моделей там 20 моделей бизнеса и изучив все эти модели я поняла что это действительно классная возможность привести меня саму к тому что я хочу получить на выходе да то есть я хочу работать минимум зарабатывать максимум не быть привязанным конкретному месту в общем стать финансово независимым человеком и уйти в кругосветное путешествие со своей семьей на всю жизнь вот моя мечта собственно говоря я поняла что сатоми это возможно и все и начала начала собственно говоря действовать вот далее я вам сейчас расскажу расскажу такие ну немножечко вас в экскурс в виду чтобы у вас тоже было знание и понимание почему почему я пришла к такому выводу значит смотрите я провела провела сравнительный анализ классического бизнеса и сетевого и получилось у меня следующее то есть выгоды сейчас я вам проговорю выгоды сетевого маркетинга перед классическим вот то есть пассивный доход да на выходе вы действительно имеете пассивный доход это ну как бы я не говорю что это будет через год через два но там все зависит от вас как будете работать но как бы через энное количество лет вы строите такую систему где вы можете себя в какой-то момент исключить и система будет работать без вас вот в классическом варианте бизнеса да классическом варианте малого бизнеса это но это невозможно если вы исключите себя не знаю на полгода из своего бизнеса вы приедете однозначно к разбитому корыту так по поводу следующий момент да то есть это то какие преимущества я для себя отметила и почему поняла что мне нужно развиваться именно в этой сфере именно с компанией атоме с компанией атоме тоже я потом подытожу почему же именно атоме сейчас вот именно отличие сетевого от классического так далее отсутствие или незначительный стартовый капитал это друзья действительно факт я сказала что у меня был опыт я действительно сидела считала сама составляла этот бизнес план просчитывала учитывала все моменты и открыть классический бизнес но это совершенно другие вложения без вложений ты никуда не пройдешь это однозначно вот здесь компания дает ну действительно вы можете построить бизнес без вложения в любом случае надо понимать что это бизнес и если есть возможность вкладывать то вам это будет только большим плюсом вкладываться в бизнес надо ну это это так работает вот но сама модель вот в чистом ее виде действительно дает возможность совсем без вложений стартануть и только вот своей энергии своими силами до своими разговорами общением каким-то продвижением себя как бы зарабатывать на этом вот то есть здесь действительно либо это какие-то минимальные вложения либо совершенно без вложений можно стартовать это тоже большой плюс до сравнении с классическим бизнесом далее доход растет в геометрической прогрессии ну как бы имеется ввиду что здесь действительно когда ты геометрической прогрессии имеется ввиду что сначала сначала ты работаешь 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 да это какие-то некие небольшие небольшие деньги но когда твоя структура разрастается да то ты уже начинаешь получать затрачивать до 1 процент своих усилий и собственно говоря получать заработок за 100 процентов усилий да потому что работает структура потому что ты поработал потому что ты постарался потому что ты обучил Ты научил, ты помог людям стать лидерами и, собственно говоря, ты вот как бы на этом также зарабатываешь. Вот, то есть доход это то, чего не хватает, да, вот в классическом бизнесе, в обычном, то есть ИП, частные там предприниматели, да, самозанятые, они зарабатывают больше, нежели человек в найме. Но здесь, но он и работает больше, да, а здесь получается вот этот вот рост доходов именно в геометрической прогрессе, ну, я думаю, вы поняли, да, о чем я говорю. Экспоненциальный рост организации тоже в классическом бизнесе это просто невозможно, да, то есть есть наемные сотрудники и все, каждый наемный сотрудник, он не может еще по пять наемных сотрудников себе привезти, чтобы они выполняли за него его работу. А здесь в системе классического сетевого маркетинга, да, то есть экспоненциальный рост, что это значит, если на пальцах вы рассказали о продукции пяти людям, да, они что-то купили, эти пять рассказали еще пяти, да, то есть вы рассказали пяти, а в вашей организации уже сразу 30 человек, да, то есть еще, еще каждый из пяти привел, привел еще по пять. 25 и ваши пять, сразу 30, то есть вы понимаете, какая прогрессия, как это все растет и какие возможности. Я, ну, я честно считаю, что это круто, и где еще такое есть, я не знаю. Так, тоже очень важный момент, что все потенциальные партнеры, да, если классический бизнес открывать, то люди, которые занимаются тем же, это сразу же конкуренты. Здесь все, все, собственно говоря, вот твои партнеры, всем можно предлагать, и, ну, понятно, да, что, то есть все твои потенциальные партнеры, конкурентов нет, ты всем желаешь именно роста, добра и искренне помогаешь. Так, независимость карьерного роста, да, тоже это такой момент, потому что в классическом бизнесе, то есть, ну, важны отношения с руководством, да, потому что если ты как-то не нравишься своему руководству, то, соответственно, ты не будешь там работать. Здесь же система построена так, ну, вот конкретно в Атоме, да, что ты можешь зарабатывать больше, чем человек, который находится над тобой, вот, то есть тебе совершенно без разницы, да, как к тебе относится вышестоящий твой спонсор, если ты работаешь, да, активно растишь две свои ветки, то, соответственно, ты и получаешь так, как поработал. Вот, вот этот момент тоже важен. Работа в команде, очень важно, очень важно быть вообще, в принципе, по нашей жизни, я считаю, очень важно быть среди единомышленников. Это мощная зона роста, это мощные такие зоны трансформации, да, личности происходят, то есть здесь ты смотришь на лучших и растешь осознанно или неосознанно, но ты в любом случае обучаешься и растешь. Вот, то есть единомышленники, это очень важно. Так, существенный личностный рост, ну, тоже это понятно, да, то есть здесь постоянно мы обучаемся, растем, прокачиваем свои какие-то навыки, то есть, ну, для меня вот конкретно Атоме, ну, я вела, конечно, прямые эфиры, но в любом случае вот эти вот выступления, выступления, проводят, ну, проведение мастер-классов, да, проведение вот таких прямых эфиров, то есть, ну, это очень, очень большое количество страхов я поборола, да, и здесь я их прокачиваю, то есть в полной мере это дает уверенность в себе, это новые навыки, то есть здесь зона роста колоссальная, вот. Вот, и, ну, как бы этот бизнес дает вот всем, всем прокачать свои навыки, вот. Так, отсутствие финансовых рисков, да, то есть в классическом бизнесе, если ты начинаешь свой бизнес, то, ну, то есть ты сразу вкладываешь там, ну, как минимум, я не знаю, 500 тысяч, миллион, то есть все, ты вложил, ты уже, если ты закрываешься, то, соответственно, вот твои риски ты потерял. Вот, здесь, ну, соответственно, минимум, минимум вложений либо их нет, соответственно, рисков финансовых также никаких нет. Нет, развивать, развивать свой бизнес в своем темпе, да, это следующий пункт, это вот как раз, сейчас я просто не стала забегать вперед, это бизнес, который дает возможность развиваться именно в своем темпе. То есть ты обучился, узнал что-то новое, внедрил, да, там, в свой бизнес, внедрил там в свою жизнь, вот. И тебя никто, тебя не тянут какие-то финансовые обязательства, потому что если ты открываешь бизнес по классике, да, и вкладываешь там эти полмиллиона, миллион рублей, ты понимаешь то, что тебе нужно это все окупить, да, то есть тебе нужно каждый месяц платить аренду, тебе нужно каждый месяц платить зарплату, налоги и так далее и тому подобное. То есть заработал ты, не заработал, в минусе ты, в плюсе, ты должен отдать, вот. Здесь же в сетевом маркетинге, да, ты никому ничего не должен, собственно говоря, то есть развился, есть у тебя возможность, да, ты пошел дальше, там, как-то вложился и растешь. Вот, нет у тебя, да, не пришел еще, не получил ты определенного опыта, определенных знаний, ты получаешь, ты наполняешься, то есть ты ничем не рискуешь, тебя никто не гонит никуда, и ты в своем темпе развиваешься. А относительно вот как раз классического бизнеса, люди, которые не успевают, да, которые что-то не просчитали, не досчитали, не ожидали, такой бизнес просто закрывается. Поэтому очень много у нас стартапов, которые открываются и закрываются, вот, потому что просто, ну, просто там нужен темп, нужен темп и нужны сразу большие вложения, либо если этого нет, то все быстренько угасает, вот, соответственно, ты просто теряешь деньги. Так, бесплатное качественное бизнес-образование, действительно, нас здесь, ну, я вот прям прокачалась по бизнесу, причем здесь даются такие знания, вот, Мика и Володе, да, ну, вообще, вот, как бы наши лидеры дают нам действительно такие знания, которые, в принципе, в любой сфере бизнеса, то есть это основа, это азы, которые, вот, ну, просто расширяют твой кругозор вот в сфере бизнеса. Я могу сказать, что многие бизнесмены, которые, вот, просто ИП, предприниматели у меня есть, знакомые, у них, они ведут там кое-как свой бизнес классический, но у них нет таких знаний. Если бы были, то они бы уже давно были в большом бизнесе с нами, вот, так, здесь еще какой момент преимущества, да, мы, так, готовая идея бизнеса, да, потому что, опять же, когда я спрошу, спрошу, можно у меня, у меня мысли гуляют, нормально я, ничего, все, как бы, интересно меня слушать, а то я могу вот это разглагольствовать очень-очень много. Нормально? Да, Лена, все прекрасно. Да, нет такого-то прям лимита, если поговорить. Да, такого нет, да, в своем, как тебе удобно рассказывать. Напишите в чате, пожалуйста, как у вас ощущения, тут появился вопрос, извините, пожалуйста, почему у вас на голове корона? Ой, вы, наверное, не с начала, не с начала. Да, не с начала. Я сейчас это сниму, Мика сказала не снимать, но я знаю. Да, это очень красиво. Не смущает людей, потому что я не так давно получила статус Миссис Россия Интернешнл Центрального федерального округа, вот, то есть вот такой вот опыт еще есть в моей копилочке, и, собственно говоря, раз меня так презентовали, как Миссис Россию, да, как звезду, я решила, что вот немножечко посижу еще в короне. На самом деле, друзья, я же в ней не хожу, а так хочется, так хочется иногда одеть, поэтому, ну, потерпите меня, пожалуйста, если прям совсем не нравлюсь, сниму. Нет, все, прекрасно. Наталья, тыс, это очень интересно. Так, продолжаю, тебя очень интересно. Так, ну, продолжу, да, я стараюсь прям сконпоновать, сконпоновать, вот, далее, про готовую идею бизнеса, да. Когда, опять же, я села просчитать, там, этот бизнес-план свой по классическому бизнесу, то есть мало просчитать только бизнес-план, надо продумать саму идею, да, как это будет выглядеть, ну, твой проект, да, что ты хочешь дать массы, то есть, ну, дизайн всего. В общем, все, все это ложится вот на плечи одного человека, вот, я открываю, вот, я все должна это продумать, да, либо сама, либо заплатить деньги. Ну, в общем, это, только мой мозг должен, как бы, поработать, да, над этим. Здесь нам дается, вот, готовый бизнес, все за нас продумали, все дизайны, все упаковки, все составы, да, то есть, ну, вот, дали готовое. Пожалуйста, берите, вам не нужно вкладываться в это ни финансово, ни физически, вот, поэтому это тоже для меня, ну, таким одним из факторов был, да, почему же я должна вот перейти на сторону именно вот такого вот сетевого бизнеса, да, не классического. Так, по поводу того, что решение всех юридических, да, там, бухгалтерских, логистических и так далее моментов, также Атоми берет на себя, и я считаю, ну, что это круто. То есть, я действительно понимаю, что такое открыть, открыть, вот, свой бизнес, вот, за нас все это делает компания, за нас все делает компания, и я считаю, что гораздо проще, проще, гораздо проще заниматься только продвижением, да, продвижением, маркетингом, нежели делать все-все-все, вот, что я перечислила, и потом заниматься, опять же, тем же маркетингом, потому что, ну, как бы маркетинг – это основа любого бизнеса, без него никуда, и любой товар умножается в продвижении, вот. Так, далее я сейчас вот хотела, знаете, еще быстро вам такой экскурс маленький сделаю, и дальше уже прям подытожу, почему же Атоми, чтобы никого не задерживать. Еще в мою жизнь пришла информация, ну, я думаю, может быть, вы уже слышали, потому что, в принципе, я ее в соцсетях транслирую, и на съемку вот в главный офис Атоми ездила, там тоже давала эту информацию, не знаю, как бы выставляли уже, ее не выставляли. Вот, у Талии, да, также тема была, почему Атоми, и, в принципе, если кто-то смотрел, возможно, я повторяюсь, но, друзья, я очень надеюсь, что здесь есть люди, которые меня еще не видели, не знают, и для них будет эта информация ценно, да, нужна и важна. Вот, поэтому потерпите, те, кто уже слышал, вот, а те, кто не слышал, смотрите, я вам расскажу, еще поведаю кое-что, видно, так все рябит, конечно, но я буду проговаривать. В общем, на момент, на этапе изучения, да, чем же хорош сетевой бизнес, хорош или нехорош, то есть у меня задача была понять, понять, докопаться до истины, и понять для себя, что это, и почему такие разные мнения об этом. Вот, на этапе этого изучения мне попалась также информация Роберта Киасаки, я думаю, многие его читали, знают, в общем, у него есть произведение «Бедный папа, богатый папа» и есть продолжение, как бы, этого произведения «Квадрант денежного потока», по-моему, так вот называется, я все время путаю, «Квадрант финансового потока», по-моему, «Квадрант денежного потока». В общем, суть этого квадранта в чем? Вот здесь вот я нарисовала, немножечко рябит, вот такое вот видно, в общем, буковки Р, П, Б, И. В общем, суть этого квадранта в чем? То есть по его теории, по его версии, это просто некоторая схема, где схематически он собрал все деньги и всех людей всего мира. То есть вот представьте на секундочку, что вот в этих четырех квадрантах заключены все люди и все деньги всего мира, и здесь нет хорошего или плохого отсека. То есть здесь просто факт, просто факт того, что у нас есть вот в мире. Соответственно, с одной стороны, вот если справа, да, вот относительно меня, справа в этой части квадранта у нас находятся все, по его теории, да, опять же, у нас находится 90% людей, то есть вот в квадранте Р и П у нас находится, сейчас я расскажу, что они означают эти квадранты, вот находится 90% людей всего мира и всего лишь 10% денег всего мира. С этой стороны квадранта, вот в этих двух отсеках, да, соответственно, распределяется всего лишь 10% людей и 90% денег всего мира распределяется вот здесь вот. Вот, значит, опять же, повторюсь, нет плохого и хорошего, это просто факт, который присутствует в нашей жизни. Значит, Р, это у нас работники, наемные работники, то есть вот здесь отсек, где находятся, собственно говоря, все наемные работники, которые существуют во всем мире. Здесь вот П, здесь имеется в виду предприниматели, и П, самозанятые, в общем, люди, которые работают сами на себя, либо какое-то количество человек, небольшое на них также работает. Так все ребит, надеюсь, что вам видно. Вот, значит, сказала уже, да, здесь что отличает эти два квадранта, то есть здесь находятся люди, которые, собственно говоря, не готовы брать излишнюю ответственность, да, на себя. Опять же, это нехорошо и неплохо, это нормально, то есть если человеку так нормально, значит, это, ну, его суть ему нормальна, он находится вот на этом этапе развития, это хорошо. Есть куда расти. Вот, здесь находятся наемные работники, да, то есть это люди, которые, собственно говоря, пришли, поработали, отдали свое время, отдали свой труд, заработали, взяли заработную плату и все, и спокойненько пошли, не забивая себе больше ничем голову. Здесь у нас предприниматели, этих людей характеризует то, что эти люди уже готовы брать на себя ответственность, они хотят пробовать, они хотят идти вперед, да, воплощать там свои какие-то амбиции, мечты, не тратить свое время на дядю. Вот, но эти люди зарабатывают больше, да, чем наемные работники, но здесь парадокс в том, что эти люди и работают больше, то есть если наемный работник, он там, у него положено, столько часов отработал, столько денег заработал, то здесь, чтобы заработать много, надо поработать много. Вот, ну и здесь вот с этой стороны квадранта B и P, B это большой бизнес и это инвесторы, то есть здесь получается большой бизнес по теории опять же Роберта Киосаки и то, что в Америке считается, да, за рубежом именно большим бизнесом, это когда в организации работает от 500 служащих, да, то есть то, что до 500 служащих, соответственно, это еще модель малого бизнеса, модель большого бизнеса, это когда у тебя уже большая организация и в большой организации там уже ты строишь систему, то есть там работает именно система, которая приносит тебе деньги. Это то, что отличает, да, вот мне сложно было понять, ну вот вначале, когда я посмотрела, да, чем отличается, допустим, ну, малый бизнес, да, и большой бизнес, то есть вот для меня прям важным таким моментом тоже это я вот в другом источнике нашла, да, то есть основной критерием отличия будет, если исключить директора, да, исключить организатора этого бизнеса из модели малого бизнеса, да, там, допустим, на год он уехал куда-то, либо не смог по каким-то обстоятельствам принимать участие в своем бизнесе, такой бизнес рухнет. Если же человек построил систему, да, то такой бизнес будет еще более процветать, если, как бы, лидер исключит себя на год из этого бизнеса. И вот когда я узнала о том, что сетевой маркетинг относится вот к этой модели бизнеса, да, потому что, друзья, когда вы строите структуру, да, по сути, это ваша организация. И с двух сторон вот все, что находится под вами, то, что экспоненциально растет, то, что вы даже людей, которых не знаете, вы их не приводили, но это ваша организация. И если вы вот просто посмотрите потом, да, у кого вот сколько человек в организации, вы будете понимать, то есть если до 500 еще все-таки нет системы, да, если это больше, гораздо больше, то вы уже выстраиваете определенную систему и передаете свой навык, да, то есть сетевой маркетинг на самом деле это не бизнес продаж, это бизнес вот в чистом его виде, да, это бизнес обучения и дубликации, то есть вы должны научиться сами и передать свой опыт, чтобы вас дальше, ну, далее ваш лидер пошел передавать опыт. То есть вот эта система, которая будет работать, и если вы себя исключаете, то система, ваши лидеры, которых вы привели, которых вы обучили и взрастили, они будут работать независимо как бы от того, работаете вы или не работаете. Вот, ну и, соответственно, инвестиции, инвесторы, это люди, которые инвестируют деньги, да, то есть здесь работают деньги, здесь работает система, которую вы построили. Вот этот момент был для меня важен, поэтому меня точно ничего с пути, с пути Атоми не собьет, не собьет, я понимаю, куда я иду, зачем я иду и где я нахожусь. Это очень важно, друзья, разобраться, потому что, если вы не понимаете, то любой ветерок вас может сдуть в другую сторону, то есть здесь нужно именно не услышать от кого-то что-то, а прийти и осознать это самому, тогда вы будете видеть четкую цель и идти к ней. Так, ну и почему же Атоми в конечном итоге, да, я подытожу, подытожу по пунктикам. Атоми, да, относительно других сетевых компаний, да, сейчас, то есть у меня все, все познается в сравнении, друзья. Высокое качество, это действительно высокое качество, этот товар предлагать не стыдно, это уровень премиум и люкс, да, потому что в основном, ну, продукты, которые продвигаются от других брендов, да, это все-таки уровень масс-маркета, да, я не могу говорить за всех, но основная масса – это все-таки не такое качество товара, однозначно. Вот, низкая цена, да, это второй момент, как я уже вначале сказала, за такой продукт, за качество такого продукта, это действительно низкая цена. Мягкий маркетинг, мягкий маркетинг – это понятие, ну, для тех, кто не знает, то есть здесь в Атоме действительно мягкий маркетинг, потому что мы не обязаны что-то каждый месяц покупать, да, то есть нас не принуждают. Хочешь – пользуйся, хочешь – не пользуйся, да, то есть здесь политика компании такая, что просто интернет-магазин, хочешь – заказывай, хочешь – не заказывай, в основном в сетевых компаниях. Ну, многие, я уже, кстати, хочу сказать, мне кажется, начали пересматривать свои маркетинг-планы, да, и равняться на Атоме, то есть Атоме – это первое, кто задал этот темп, в любом случае, я очень рада, что я именно с этой компанией. Сейчас еще расскажу про другие, почему они меняют, ну, меняют, но это уже не сильно актуально. То есть здесь, ну, как я уже сказала, да, компания не обязует ничего покупать, в основном, как бы, в других, особенно, которые давно существуют, то есть там обязательные закупы, да, то есть там это называется агрессивный маркетинг, то есть тебя принуждают, тебя заставляют, нужно, не нужно, чтобы тебе поддержать статус, да, там какой-то и продолжать быть дистрибьютором в компании. Нужно делать определенные закупки, это, соответственно, нужно вкладывать определенные деньги, и вот здесь вот этот момент, что ты развиваешься в своем темпе, на мой взгляд, уже отпадает, потому что, как бы, когда у тебя, ну, лежит товар, и ты его должен как-то сбывать, но это уже не в своем темпе, это тебя уже, как бы, принуждают, вот. И здесь, ну, многие люди, поэтому, я думаю, это, опять же, мои доводы, как бы, обожглись, поэтому им не понравилась, да, эта система и так далее, потому что, ну, чтобы продавать, надо научиться продавать, да, когда ты пришел, и тебе, вот, нагрузили, покупай, покупай, и ты не умеешь продавать, то, естественно, ты остался недоволен, ты остался недоволен этим бизнесом, потому что какой-то разводилово, там, что-то тюхивают, и не знаешь, куда это девать. Вот, здесь в Атоме мягкий маркетинг – это большой плюс этой компании. Широкий ассортимент продукции – это тоже огромный плюс, потому что, когда у тебя много товара разнообразного, у тебя открывается много возможностей, то есть что-нибудь, ну, ты точно продашь человеку. Если человек, там, не хочет ухаживать за кожей своего лица, то он точно хочет ухаживать, там, за своим здоровьем. Если не хочет за здоровьем, то хочет за полостью рта, не хочет за полостью рта, хочет за волосами. В общем, просто вот море продукции, которая необходима, в принципе, каждому, и если там в этой сфере у него есть, то можно предлагать, предлагать и предлагать, и что-то обязательно ему предложить такое, что у него, чего у него нет, и что ему обязательно пригодится. Это тоже большой-большой плюс этой компании. Вот. Товары, ну, тоже я вскользь уже сказала, что здесь товары, которые нужны всем, да, которые из месяца в месяц, там, ну, с периодичностью, с какой-то повторяются, да, то есть вы рассказали один раз о продукте, человек приобрел, собственно говоря, у него закончилось, он опять приобрел, вы ему уже об этом, ну, не говорите, да. Вот. Поэтому здесь вот такой вот момент рекрутинга, да, если можно так сказать. То есть вы преподнесли, рассказали, дальше человек пользуется. Пользуется, потому что товар требуется с некой периодичностью постоянной. Так. Сатомия, опять же. Ну, это для меня вот, честно могу сказать, такой пункт, прям вот, когда ко мне пришло осознание того, что такой классный продукт дает мне возможность построить на нем свой бизнес, ну, для меня вот это, я, честно говоря, такой человек, то есть когда я принимаю, да, вдохновляюсь, и мне хочется вот отдать, мне хочется помочь всему миру, рассказать. И вот на первых порах, мне кажется, я вот так вот и рассказывала, доказывала, вот как-то много спорила, много отдавала, потом я уже пришла к пониманию, что, ну, как бы этого делать не надо, это только опустошает само меня. Но для меня это, ну, видимо, у меня уже там определенный опыт, да, определенное понимание осознания, для меня это был очень такой большой, большой решающий фактор, то, что вот такой вот классный бренд, такая классная продукция дает мне возможность построить мой бизнес. Вот, как бы много, много там, может быть, да, там брендов, которые продвигаются классическим путем, продаются там во много раз дороже, но они не дают возможность, ну, как бы по качеству достойной, я ничего, я не могу сказать, что там все остальные плохие, но эти бренды не дают обычному потребителю построить свой бизнес, да, на их продукте. А у Атоми вот такая вот, как бы, вот такой подход, вот такая философия, да, подход к людям, за что я очень благодарна. Так, последний момент, да, наверное, последний момент, который у меня по поводу, почему же Атоми, это молодая друзья компания, что немаловажно, сейчас расскажу такую историю, вчера сидела, репетировала, думаю, расскажу, не расскажу напоследок. Молодая компания, да, то есть, если вы посмотрите там на компании, которые, ну, как бы на слуху, да, сетевые, то есть, там, допустим, какой-нибудь рефлейм, он там 160 лет, по-моему, и здесь, когда, опять же, меня кидало из стороны в сторону, когда я еще не углубилась, не поняла, что такое, что такое сетевой маркетинг, и разное, разное я слышала, кто-то мне говорил, да там зарабатывает только верхушка в этом бизнесе, но я к Саше подхожу и говорю, Сашуль, ну, только верхушка зарабатывает, то есть, я вот все, какая информация-то мне приходила, вот я, у меня еще не было сформировано в моей голове, что, как, куда и зачем, вот мне одно скажут, я сказала, другое скажут, я сказала, вот так вот, вот, подхожу к ней и говорю, Сашуль, ну, говорят, только верхушка зарабатывает, ну, как вы, куда ты меня зовешь, вот, она говорит, Лен, а мы кто, говорит, мы и есть верхушка, понимаешь, то есть, компания действительно молодая, ей еще очень-очень мало лет, да, там, вот, я не знаю, сколько сейчас, уже лет 12, на рынке в России она там около трех лет, это очень-очень мало, это действительно перспективная, молодая, развивающаяся компания с огромным потенциалом, вот, и я считаю, что надо прямо успевать, успевать и быть, как говорится, верхушкой, верхушкой, вот, друзья, ну, про философию компании уже не буду углубляться, да, я думаю, все знают философию, она очень созвучна с моей, и это также один из важных факторов, да, почему, почему, почему я здесь, почему я доверяю этой компании, почему я развиваюсь именно с этой компанией, вот, ну, и немножечко напутственные слова, Мика, я вижу, ты уже, ты уже организировалась, прощаться. Вот, друзья, я вам, я вам желаю, искренне желаю верить в себя, желаю мечтать, потому что все на самом деле начинается с мечты, когда вы даете своему мозгу посыл, вы даете ему какую-то установку, да, чего вы хотите, ваш мозг непрерывно начинает продуцировать, да, какие-то новые идеи, вот, то есть он и днем, и ночью выдает вам варианты, как вы можете этого достичь, поэтому я вам желаю ставить себе самые амбициозные цели, самые амбициозные задачи, и ни в коем случае не терять надежду, да, то есть бывают какие-то моменты, когда, ну, вот, рутина, да, вроде ты делаешь, 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 а отдачи нет, друзья, будет, будет однозначно, мы все куда-то бежим, идем, я вот смотрю на людей, все куда-то спешат, торопятся, там, как бы, предлагающим возможность освободить время, нет, у них нет времени на то, чтобы освободить время, то есть мы все куда-то бежим, летим, то есть у всех у нас куча задач, куча планов, куча каких-то, я не знаю, целей, но все мы придем к разному, вот, на выходе у всех будет разное, кто-то придет к нищей старости, а кто-то придет к кругосветным путешествиям, извините, как я, вы вместе с Атоми, вот, поэтому, друзья, я вам желаю мечтать, ставить самые амбициозные цели, потому что каждый из нас классный, и позвольте себе больше, вот, как говорится. Все, я закончила. Спасибо большое, Елена, очень много мудрости, очень много полезностей, ты рассказала, и давай я тебе чат почитаю, что вы написали. Спасибо, что делитесь опытом, пишет Аденай, очень интересно, вы так вдохновляете. Раиса пишет, что вы украшаете корону, не снимаете, пишет Гульден, будущая императрица Атоми. Я вас благодарю. Так, что еще? Меня интересует, как оформить самозанятость. Друзья, самозанятость, да, скачивайте приложение, и все, и вы самозанятость. Супер, но это доступно только в России, да, в Казахстане пока нет, только ИП. Да я некомпетентна. В России очень удобно. Запись, да, будет, кстати, кто смотрит в записи, контакты Елены будут указаны под этим видео. Подписывайтесь на Елену, у нее и очень легко найти в Инстаграме. Так, пишите Елену Селиной, и вы найдете как основной аккаунт Елены, так и рабочий по Атоме. Я, честно говоря, у меня общий аккаунт, я вот это тоже, вот эти вот все аккаунты, это прям отдельный, отдельный еще бизнес, поэтому нет, я все-таки вот и себя, и Атоми, Атоми, я как личный бренд, я больше развиваю вот именно Елена Селина. Понятно. Вот, что приходите, да. Ну, я вижу, что ты там и об Атоме говоришь, и там вот у тебя хроники конкурса тоже есть. Мне захотелось, да, оставить эту информацию, как некий период в моей жизни такой тоже. Потому что, да, часть работы в Атоме это светится, и я видела, да, что Елена активно этим занимается, она у Тали выступила, у нас, вот на семинаре в Атоме РУС, да, тоже ты выступаешь. Да, очень, да. Постоянно мне нравится, у вас движуха в центре, это как магнит для девчонок, у вас центр всегда, там есть много девочек, кто приходит и знакомится с продукцией, и становится такими красавицами. После выхода с вашего центра, да, просто вдохновляет вашу работу. Здесь чатим очень много благодарностей. Откуда вы берете воодушевление вопрос? Воодушевление я черпаю от своей любимой семьи, от своей любимой работы, и вообще я стараюсь быть в ресурсе. То есть я не читаю плохих новостей, я иногда, мне кажется, какая-то отстраненная от плохого. У меня недавно приходили, брали интервью, ну, вчера одна местная газета, и я говорю, спасибо большое, что вы нашли, ну, как бы на меня время, да, пришли. Он говорит, вам спасибо, что вы хоть нам, ну, что-то позитивное внесли, потому что мы пишем только о коронавирусе, о том, кто умер, кто разбился, кто это. То есть, ну, новости, вот один негатив. Поэтому я телевизор не смотрю, радио не слушаю. То есть вот то, что это ворона на хвосте принесет, я, да, 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 и все. То есть я стараюсь мыслить позитивно, и все хорошо. Здорово. Счастливый человек. Я стараюсь. Мы каждый, мы каждый сам, да, строим, строим свое счастье. Все зависит от нас. Гуль пишет, спасибо за ваш опыт, советы, позитив. Раиса пишет, спасибо, Елена, за полезность информации. Да, очень много благодарностей. Очень классно. Спасибо, Мика, за эфир. Спасибо. Да, очень много, классно. Здорово. Ну и в конце хотелось бы тебе, ну, два вопроса у меня к тебе. Один, конечно, про сам конкурс. Как так получилось, что ты участвовала в Миссис Россия? Я, а это тоже такой был некий, ну, сначала это был порыв, да, я проходила один марафон, и там вообще узнала о том, что есть такой конкурс, и думаю, о, а почему бы мне не попробовать? То есть я нашла там на следующий день организаторов, заявилась, но получилось так, что я заявилась, а конкурс, грубо говоря, прошел неделю назад, а он раз в год проходит. Ну и все, я как бы благополучно отложила мысли об этом в сторону. То есть я знала, что там есть некоторые моменты подготовки, но думаю, успею, что там, целый год. И спохватилась уже там буквально за два последних месяца, два с половиной, я вот активно готовилась. То есть просто узнала и на эмоции, да, думаю, почему бы и нет, я за последние там несколько лет так вот, ну, для себя самой, да, относительно себя выросла, то есть напиталась некой информацией, прокачала свои какие-то навыки, да, там ораторского мастерства и так далее. Ну, то есть уже некая уверенность, я года там три назад такой не была, я сидела и вообще боялась высунуть нос. И как бы вообще такие люди для меня, которые выступали вот так вот в экране, я думаю, ничего себе, как они вообще это могут делать. Поэтому на самом деле все приходит с опытом, и я просто, ну, как бы решила сделать себе некий вызов, подытожить, да, вот как бы, ну, такой некий итог для самой себя, а как вот, ну, ты сможешь, да, потому что это же все равно определенный момент, как, господи, слово вылетело из головы, неуверенности, а определенный момент смелости, да, то есть вот так вот выйти на Россию, да, как бы, ну, заявить о себе. Вот, очень классный опыт, я искренне всем, всем советую, я прям вот получила истинное удовольствие, истинное удовольствие, я попала, опять же, в окружение, в окружение людей, за которыми хочется тянуться, расти, я увидела свои моменты, где у меня не хватает, да, и, соответственно, есть, есть, есть куда расти, вот, то есть я очень довольна. Скажи, пожалуйста, вот Атоми Русс, у них тоже, они присутствовали на каком-то конкурсе, Атоми Россия, это же тот же конкурс? Нет, это не тот, у нас вообще в России проходит пять конкурсов Миссис Россия, пять, то есть, ну, с оговоркой там где-то International, Universe, в общем, разные просто приставки, вот, нет, это не на этом, они, по-моему, на московском на каком-то, а этот конкурс проходил в другом городе, в Ростове-на-Дону, да, но я там Атоми девчонкам дарила, потому что у нас были, конечно, это была одна из целей, как бы, да, рассказать, я им провела там мастер-класс, то есть я понимала, что приедут девочки со всей России, в каждом уголке России люди узнают, вот, то есть это одна из целей, да, там, как бы сделать вызов самой себе, там, попасть в определенную зону роста, опять же, рассказать про Атоми, то есть, ну, я это, ну, я и Атоми, это неразрывно, да, то есть это моя деятельность, соответственно, я иду, и со мной идет Атоми, вот, или я иду с Атоми, ну, в общем, не важно, да, то есть в любом случае все эти моменты, моменты, когда ты растишь свой личный бренд, то есть нужно понимать, как ты это будешь монетизировать, не просто так вот тебе, потому что это тоже все достаточно большое количество денег, времени, да, которое ты, собственно говоря, уделил этому проекту, вот, поэтому я очень довольна со всех, со всех сторон, всем искренне советую вообще попадать на какие-то соревновательные, соревновательные виды, да, ну, не обязательно там красоты, да, то есть это очень мощная зона трансформации, да, то есть трансформация личности прям происходит колоссальной, да. Представляю, отлично, да. Как раз в Атоме мы тоже постоянно занимаемся этой трансформацией, ставим себя в такие некомфортные, да, зоны комфорта, как вот это вот, вот правильно, Мика, ты сказала, потому что здесь, в Атоме, ты действительно постоянно растешь, постоянно развиваешься, и ты постоянно трансформируешь свою личность, да, это вот однозначно так, да, да. Вопрос от Алтынголь, что вас мотивирует? Мотивирует на что? На конкурсы, на работу с Атоме. Я думаю, что работа с Атоме. Мотивирует на моя семья, моя любимая семья, дети, муж, моя поддержка и опора, мое окружение, да, окружение на работе, мои партнеры, Атоме, продукция Атоме. Я каждое утро умываюсь, умываюсь, понимаю, какого прекрасного качества у меня кожа. Ты каждый день, да, ходишь в центр на работу? Ну, да, да, сейчас как бы у меня ребеночек подрос, я так, да, да, хожу. Но не так, что от зари до зари, а все-таки у меня есть время для творчества, для моих каких-то уже полетов, фантазий, да. Так, и вам последний вопрос от МакПал. Какое главное качество спонсора? Главное качество спонсора, ну, наверное, вот так нельзя прямо сказать одно какое-то, да, то есть все равно это совокупность, совокупность качеств. Но быть лидером, повести за собой людей, то есть вдохновить, дать уверенность им какую-то, да, но для этого нужно быть уверенным самим в себе, понимать, опять же, вот все, что я говорила, как бы прокачать свои знания, да, разобраться, чтобы ты, тебя, ты был непоколебим. И, соответственно, такие же люди, то есть окружение, оно подтягивается под тебя, вот какой ты, соответственно, такая команда за тобой и пойдет. Поэтому вообще главное, что я поняла в этой жизни, что нужно работать над собой, да, что в семейных отношениях, что в бизнесе, что в работе и так далее. То есть вы прокачиваете себя, соответственно, люди под вас подбираются именно такие вот, какие вы. Чем мощнее вы, тем мощнее люди, которые идут за вами, вот. То есть прям прокачиваете, прокачиваете свою уверенность, да, свои знания. Но уверенность она, да, уверенности придает именно вот какие-то вот такие вот, Вот когда ты наполняешься, когда ты знаешь, да, когда ты выходишь на какие-то вот новые уровни, да, сам себе доказывая, что ты можешь, то есть каждый раз вот идти, 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 вот идти в зону некомфорта, да, вот каждый раз попадая в некомфортную зону, вы растете, прям вот специально делаете себе вызовы, вот не хочется, значит все, значит вам туда, однозначно. Спасибо, Лена, и последний вопрос, мы по четвергам привыкли дарить подарки спикерам, что бы ты хотела попробовать, или что может у тебя закончилось, что бы ты хотела купить? Ничего себе, как мне повезло, я прям уж растерялась, растерялась, любой прям подарок можно, или на какую-то сумму? Там, где очиститель воздуха. Ну, я поняла, ну вот из продукции, так, что бы я хотела попробовать? Я, мне кажется, вообще все пробую, а у меня есть время подумать, или надо прям в очуре? Может быть, что-то с корейского сайта, так как ты у нас специалист по красоте. Я посмотрю. Да, посмотри, напиши, отправь. Да, я напишу, спасибо большое, ничего себе, я вам очень благодарна, спасибо большое, не ожидала. Спасибо, Лена, за такую мотивацию, за столько полезных, ценных наставлений на путстве, я думаю, что сегодня был очень нужный эфир, нужные слова прозвучали. Так, спасибо. Я вас благодарю. Такой информативный эфир пишет, спасибо за увлекательный эфир, спасибо за ответы, в общем, очень много благодарности. Благодарим тебя от всей команды и желаю дальнейших успехов. Я вас, я вас, спасибо, что нашли на меня время, спасибо. Спасибо, пока. Все, всего доброго, хорошего вечера. Все, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok